Вот эту вот небольшую техническую неполадку, сами понимаете, мы хотим, чтобы звук был максимально хороший, максимально качественный. Все музыканты, огромные профессионалы, поэтому уровень требований к звуку, он, конечно же, очень высокий. Спасибо, что дожидаетесь, спасибо, что ваше настроение не меняется, вы продолжаете улыбаться. Сегодня можно абсолютно все подпевать, подтанцовывать, знакомиться друг с другом, если очень сильно хотите. Никто не будет против. Конечно, хочется сказать огромное спасибо всем нашим партнерам, благодаря которым фестиваль «Усадьба джаз» в Екатеринбурге в этом году тоже состоялся. Но, во-первых, благодарим за поддержку партнера фестиваля, компанию «Вольво Карс Раша», «ВТБ-24», благодарим за поддержку официального регионального партнера «ВТБ-24», да, спасибо, что тоже поддерживаете. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Давайте им тоже скажем за это огромное спасибо, потому что мы фестиваль очень любим. «Усадьба джаз» ведет свою историю аж... подождите, меня фотографируют. «Усадьба джаз» ведет свою историю аж с 2004 года. И всего за несколько лет из мероприятия, которое было известно только, так скажем, в узком кругу, это мероприятие уже превратилось в такой настоящий масштабный фестиваль. Ежегодно количество зрителей превышает 40 тысяч человек. И мы очень рады, что эти 40 тысяч человек тоже ценят замечательную музыку. Хочется сказать еще огромнейшее спасибо генеральному медиапартнеру фестиваля, это телеканал ЕТВ, острые диалоги, невыдуманные истории в прямом эфире, ЕТВ, телевидение мнений. Ну и информационному партнеру фестиваля, телеканалу 41-й домашний. А вот сейчас нужно будет, друзья, обязательно похлопать, потому что это тоже не менее важно. Да, мы благодарим агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу за предоставленную возможность проведения фестиваля на этой территории, на территории усадьбы Харитонова-Расторгуева, одного из наиболее ценных усадебно-парковых ансамблей в Екатеринбурге. Давайте скажем спасибо, потому что здесь очень и очень уютно. Ну что ж, музыканты, которые сейчас выйдут на эту сцену и начнут программу вот этой нашей площадки «Партер», профессионалы высокого уровня, лауреаты конкурсов и фестивалей в Европе и России, они задались весьма непростой, но очень креативной и творческой целью разрушить вот этот, знаете, созданный стереотип о русском фольклоре и заставить звучать в народные инструменты прогрессивно, современно и оригинально. В общем, главное правило в такой музыке, world music, сочетать несочетаемо, не бояться экспериментов, максимально экспериментировать и не бояться неожиданных решений. В общем, представьте себе музыку Баха в рок-н-ролле обработке, да еще и на баяне, или, например, хиты Элвиса Пресли, которые исполняются на домре и балалайке в перемешку с восточными песнями. Если сложно представить, сейчас будем доказывать, что все это возможно. Итак, мы начинаем. Ансамбль «Изумруд».